Здравствуйте! В эфире телеканала Волгоград 1, программа «Званый гость». Сегодня вопросы национальной самоидентичности все шире обсуждаются в обществе. А недавно в Волгограде произошло событие, которое позволило взглянуть на эту тему совершенно с необычной стороны, а может быть и с традиционной. И вот сегодня об этом событии мы поговорим с нашим гостем, профессором, доктором наук Василием Ивановичем Супруном. Здравствуйте, Василий Иванович! Василий Иванович, ну расскажите, что это за событие, хотя я о нем немножко знаю, но оно очень важное. Дело в том, что давно уже, видимо, назрела необходимость обсудить проблемы славян и их вклада в мировую цивилизацию. Эта тема зрела долго, но в этом году наконец-то удалось ее довести до такого логического конца в виде проведения всероссийской конференции с международным участием. Приезжали гости к нам из Донецка и из Сербии. И на этой конференции мы попытались подвести 21 век и славяне, как мы сейчас живем в этом мире, едины ли мы. Ну и тот вклад, который осуществили славяне на протяжении всех многих веков своей истории. То есть, по крайней мере, уже, наверное, двух с половиной тысячелетий, когда они существуют в этом мире. Я уверена, что мало кто из современного поколения молодых людей знает, где проживают славяне, что это за люди. Ну, кроме белорусов, русских и украинцев, конечно же. Ведь это целый мир. Вся Восточная Европа славянская, Восточная и Южная Европа, как считается. То есть, это начиная от границ Германии, Польши, Чехии, Словакии. Далее вниз мы, когда спускаемся, это Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, Болгария, Македония. Это все славянские государства, у каждого народа свой язык. Ну и, конечно же, великий русский народ, украинские, белорусские, восточные славяне, которые до XIV века были единым народом, древнерусским. Древняя Русь – это вот все мы. А чем была вызвана необходимость этой конференции? Ведь сегодня даже такого нет государства славянского. Это какая-то общность. Вот когда мы говорим, допустим, мы славяне, но не вызывает никаких отрицательных чувств. В наше время какое-то потерялось представление об этом славянском единстве и о том, что славяне когда-то сделали фактически значительный вклад в цивилизацию. Сейчас мы больше думаем о Нобелевской премии, которая почти всегда присуждает американцам. И как-то забывается о том, что и изобретатель радио, и изобретатель вертолета Сикорский, и великая русская литература вся она была, весь мир ее воспринял и дальше продолжал развиваться. И многие-многие открытия, которые сейчас все человечество пользуется, они были сделаны славяне. Даже некоторые слова славяне внесли в мировой язык, в языки всего мира. Ну, например, тот же робот, который придумал Карл Чапок в свое время, и сейчас вот даже уже сокращение в английском языке просто роб, фактически это продолжение жизни этого слова. Ну, а Карл Чапок создал слово как раз на базе русского работа. Так что это все, вот вы видите, единое такое славянское пространство, единый славянский мир, взаимодействие народов и взаимообогащение всей мировой цивилизации. Существует несколько групп славян, восточные, западные и южные. Перечислить по группам, пожалуйста. Так, а были единые славяне, они не разделялись. А вот в 4-6 веках нашей эры, в силу того, что они расселились более обширно на территории нынешних и прежних своих мест, то началось разделение, ну, самая большая группа выделилась, это восточных славян, которые позже в 14 веке разделились на русских украинцев-белорусов. Вот, а на западе и юге, в общем-то, и не было такого, вот как у нас восточно-постоянно, но тем не менее, были более-менее компактные такие объединения. Чехи со словаками составляли единый народ, поляки с кашубами, и там еще лужичане присоединялись к ним, это сейчас уже почти исчезнувший славянский народ на территории Германии. Хотя к нам иногда приезжают оттуда фольклорные ансамбли, поют лужичские песни, очень интересные. Ну, а на юге еще у нас вот выделились болгары с македонцами, долгое время были единым народом, до 1945 года все еще не считалось, что они разделились. Сербы с хорватами, это тоже вообще беда, язык-то у них был един до 1980 года, потом уже политические события заставили их как бы посчитать, что это два разных языка. Причем самое смешное, что сербы до 21 века все-таки считали, что они говорят на сербо-хорватском, а хорваты уже до этого говорили только на хорватском, как они считали. Хотя различия между языками минимальные. Ну, и потом еще черногорцы, боснийцы. Боснийцы это единственный славянский народ, мусульманский, который вот в ходе древней старинной истории, когда они находились под властью Османской империи, приняли мусульманство. И с тех пор они, оставаясь славянами, говоря на славянском языке, но исповедуют мусульманскую религию. Ну, и мы не забываем, конечно, что сербы являются ближайшими к нам, можно сказать, по вере сербской и русской православной церкви. Эти две церкви-сестры, у которых очень много общего. И даже календарь нас общий. Мы по-прежнему по старому календарю отмечаем праздники. Вот смотрите, вы сказали, что нас объединяет вера в каких-то контекстах, да? То есть некоторые славяне мусульманами являются. А вот кроме веры, много ли в языке черт? Много ли каких-то антропометрических черт, которые говорят, это славяне? Я только что принял зачет у своих магистрантов по славянским языкам. И как раз они должны были взять незнакомый славянский текст и попытаться его проанализировать и увидеть в нем единство наше. Вы знаете, очень успешно справились. Действительно, очень много сходных слов, очень много грамматических конструкций, звучание многих слов сходно. Ну, допустим, есть слова, конечно же, там, мать, отец, подобного рода термин родства, брат, сестра. Они у всех славян одинаковые. Рука, нога, все славяне. Ну, может, только ударение немножко переставляет. Ну, а есть, которые немножко могут вносить изменения. Не сразу поймешь, допустим, в той же Чехии, что позор – это вообще не позор, а наоборот, забота о тебе, внимание, осторожным будь, не переходи в улицу на красный свет, как мы любим. Вы рассказали сейчас о народах, очень подробно о каких-то объединяющих и таких самоидентифицирующих чертах. А вот о конференции давайте к ней немножко вернемся. Кто на ней был и вот какие самые актуальные вопросы волновали иностранных гостей на конференции «Вклад славян в мировую цивилизацию»? Ну, прежде всего, они очень хотели, чтобы мы по-прежнему возглавили вот это славянское единство. Потому что все-таки, начиная с тех времен, когда Русь стала мощным государством, Россией стала, она брала на себя роль по опеке и защите славянского мира. И поэтому на конференции явно звучала эта мысль. Вторая мысль – это стремление преодолеть некоторые непорядки, неустойчивые отношения между славянскими народами. Мы же понимаем, что славянские народы всегда будут в дружбе, они в силу своего происхождения должны быть едиными. Но правители – это все-таки иная совершенно часть народа, которые ищут себе иных выгод и могут из-за этого конфликтовать и вбивать клин между нашими братскими народами. Поэтому то и дело вспыхивают какие-то такие конфликты. О некоторых мы даже и забываем. Например, в свое время я с удивлением узнал, что в Болгарии есть памятники победы над сервами, когда-то они там друг с другом что-то не делили. Да, и они во время войны тоже как-то противодействовали друг другу. Были сербские партизаны, которых болгары как-то не очень… Не очень принимали, да. И вот это все мы как раз пытались обсудить. Но главная идея была показать, что славяне действительно составили значительный цивилизационный вклад в мировую историю, в мировую науку, в мировую политику. Что без славян мир бы был бедным и не таким разнообразным, не таким богатым, как сейчас. Особенно в области науки, культуры. Вот художники. Какие блестящие художники в каждой славянской стране. Вот чешские художники, например, мы обсуждали. Был такой чешский художник Альфонс Муха, который оставил такой большой вклад, что вся Европа восхищалась его портретами, его картинами, женскими портретами. И вот Париж считался вот с модой. То есть это был предшественник многих направлений живописи. Польские художники блестящие, многие художники, которые, ну, естественно, русская классическая живопись. Музыканты, славяне-музыканты. Да, и литература. Да, а уж литература. У меня есть хороший мой знакомый писатель Чингис Абдулаев в Баку. Мы иногда встречаемся больше по скайпу. Да, и вот он как-то выступал по скайпу перед нашими студентами и сказал, что в мире есть две литературы, русская и остальная, потому что вся остальная, она выросла из русской, и она черпает там свои продолжения. И вся, допустим, та же латиноамериканская литература, это явная русская литература с латиноамериканским оттенком. И то же самое, можно сказать, о многих других направлениях культуры и искусства, что многое очень черпают у славян, продолжают это и развивают уже на своих национальных традициях. Смотрите, русские – это славяне, и у них особая роль в этом и в славянском мире, и, в принципе, в мире. Вот это как-то выделялось вот в процессе конференции, которая состоялась. А как это подчеркивали, что прозвучало, потому что в последнее время, кажется, к русским не очень хорошо относятся, это видно. Ну, да, я не думаю, что нехорошо относятся, это все-таки какие-то верхушки политические процессы. А так, в принципе, вот я был в Китае не так давно, но очень хорошо относятся к русским. Но, правда, вы сказали, что Китай не показатель, но вот я сейчас думаю. А вот на конференции. И на конференции, вот мы тоже встречались с другими представителями, они говорят, других государств они нигде не указывали, чтобы в их странах простой народ относился по-недоброму к русским. Нет. Это какие-то политические там игры, политические отношения, которые, может быть, где-то проскальзывают и в простом народе потом, когда некоторые группы, ну, как мы знаем, вот, допустим, на Украине некоторые группы таких явно нацеленных антирусским, отравленные ядом национализма, да, они не выносят ничего русского. Ну, извините, тут уже не поможет, это случай клинический. А так, любой народ, он понимает, что если не будет русских, не будет и остальных славян, потому что на русских все держится. Русские в свое время и поддерживали культурное развитие многих славян, всегда какой-нибудь наиболее крупный деятель культуры или науки другого славянского мира стремился приехать в Москву, Петербург, чтобы здесь показать свои достижения и получить продолжение своей деятельности. И наоборот, русские, которые потом вот в силу разных причин вынуждены были покинуть Россию, они как раз за рубежом продолжали прославлять русское имя и создавать великие там произведения и науки, ну, и техники, и культуры. Ну, мы знаем и композиторов наших, которые вот творили там, и писателей наших, Набокова, допустим, взять, да, и Сикорский, да, который продолжал действовать и всегда помнил, что он русский. И телевидение, и очень многое было создано именно русскими людьми за рубежом. Некоторое время назад даже черногорцы говорили, нас русскими 180 миллионов или 200 миллионов, но их-то там совершенно небольшая горстка, я бы так сказала. Да, да, все 500 миллионов, да. Сейчас ситуация изменилась, но все-таки вот кто-то из славян вот так себя ощущает, самоидентифицирует. Вот была у нас профессор Белградского университета, госпожа Баич, которая как раз постоянно подчеркивала, что эта фраза, нас с русскими, там, 180 миллионов, это как раз для сербов она актуальна. И вообще в сербском языке, в словаре сербского языка есть такая статья, называется «Северний брат», это русский, то есть они употребляют не столько собственное название нашего народа, как вот эту метафору, что это северный брат русский. Ну, у нас очень прекрасно, мне кажется, отношение с белорусами. Вот я, когда в Белоруссию попадаю, я там чувствую так себя комфортно, что даже, честно скажу, не всегда в наших городах ощущаю такое доброе отношение, потому что белорусы по характеру, это, конечно, люди, вот весь народ какой-то гостеприимный, доброжелательный, там никогда ничего не увидишь недоброго. Ну, а в других странах все зависит от простых людей, а простые люди, они доброжелательны и любят русский народ. А на конференции, вот из других университетов, из других научных сообществ были люди, какие вопросы они поднимали по поводу славянского мира и его единства? У нас был очень крупный специалист по истории русского народа из Института этнографии и антропологии Российской Академии Наук Буганов, который возглавляет отдел русского народа. Представляете, есть такой отдельный отдел в этом институте. И вот он как раз очень интересный подготовил доклад, исторический взгляд на нашу миссию русского народа, богатый иллюстрациями, что сделано было русским народом на протяжении всей своей истории. И я думаю, что вот контакт этот с этим знаменитым ученым для нас очень был важен. К нам приезжали крупные ученые из Петербурга, из Самары. Очень известный ученый из Донецка приезжал, специалист по Теркулов Вячеслав Исаевичу. Он, правда, чуть попозже припоздал немножко на конференцию, но потом у нас здесь задержался, участвовал в Днях русского языка здесь. А до этого выступала его ученица, продолжательница, скажем, которая пишет докторскую диссертацию под его руководством, Ирина Александровна Кудрейко, которая сделала тоже очень интересный доклад о том, как они сейчас изучают Донецкий региолект. То есть в Донецке сейчас создается такой интересный языковой факт, как особая речь, которая русская по своей сути, но характеризует местные традиции, шахтерскую культуру. Поэтому они посвящают свою работу изучению этого Донецкого языка. И они тоже как раз, понятно, что надеются на то, что в славянском мире будет мир и доброта восторжествует. И все-таки многие славяне, они как-то немножко враждебно относятся к восточным славянам, западные я имею в виду. Их представители были на конференции? Нет. Как-то известно, что они думают о славянском мире? Ну, не смогли приехать нам поляки, чехи, словаки. Они прислали заявки, в сборниках опубликованы. Всего разных причин. Как всегда, там у кого-то кто-то заболел, у кого-то денег не нашлось на поездку, которая обещала, допустим, правительство оплатить. Но у нас постоянная связь со всеми, блестящие отношения у нас с чехами, у нас подписано несколько договоров с чешскими вузами. И настолько доброжелательно, настолько с желанием сотрудничать с нами, что как будто бы не было никаких вот этих трудных времен в отношениях между странами. Да, они, в принципе, как-то особо не ощущались в народе, когда я сколько раз бывал. Поляки. Да, польское правительство все время от времени какие-то предъявляет претензии российскому правительству. Но там иногда вот это совершают акты вандализма, некоторые неадекватные личности. Но есть случаи, когда польские люди на свои деньги восстанавливают памятники нашим воинам, ухаживают за ними. То есть эти нормальные люди, они всегда есть в любом народе и всегда они будут заботиться о том, чтобы была память о нашем славянском единстве. И память о вкладе русского народа в нашу историю и в нашу современность. Есть памятники литературы, которые наверняка объединяют многие славянские народы. Вы можете привести их примеры? Ну, во-первых, конечно же, есть у каждого народа свое древнее произведение, которое, в общем-то... От него начинается история. Да, и в котором упоминаются и другие славяне. Ну, наш поведь с временных лет. Там подробно рассказывается о том, как у нас святопол. И его все знают, все славяне. Конечно же, обязательно его изучают. Или, допустим, древнечешская хроника, тоже, которая рассказывается о связях древних чехов с нашими восточными славянами, с поляками, конечно же, и другую. Так что практически каждый народ имеет такую свою древнюю историю, древнюю хронику, в котором четко показана идея объединения славян. А какой самый многочисленный славянский народ? Ну, конечно, русский. Это понятно. Русский составляет половину. Всего славян 300 миллионов в мире. Из них половина – это русские. Причем русские, конечно, не только в России, но и за ее пределами. Потому что большие группы славян русских, понятно, есть на Украине, в Белоруссии, в Казахстане. И в прежних наших республиках, конечно же, где-то больше, где-то меньше. Но они все там остались. Кому-то пришлось уехать, к сожалению. Но их принимают здесь. Не всегда, может быть, все им обеспечивают права, к сожалению. Но хотелось бы, чтобы мы все равно были едины, единым народом ощущали себя. Наверное, молодое поколение не знает, не все, по крайней мере, его представители знают, какой был у нас общий язык для славян, для западных, восточных. Ну, был единый прославянский, конечно, прославянский, который всем был понятен. А потом что произошло? Ну, это естественный процесс. Всегда все народы, постепенно, расходясь на разную территорию, начинают придумывать свои новые слова, описывая новую ситуацию и природную ситуацию, и общественную ситуацию. Поэтому постепенно за счет этого начинают изменения. И некоторые изменения были заложены, что ли, еще в этом прославянском. Потому что любой живой язык существует в диалектной форме. Если он живой, обязательно будут диалекты разные. И вот, когда эти диалекты отделились друг от друга, они образовали уже самостоятельные языки. Но где-то ближе друг к другу. Допустим, чехи со словаками настолько близки, что там буквально этих отличий можно перечислить по пальцам. Я не имею в виду слова. Слова приходящие, они сегодня одни заимствуются, завтра другие. А вот фонетические, грамматические отличия. Ну и у нас, восточные славяне, все-таки нужно слишком постараться, чтобы не понять, допустим, белоруса. Который будет говорить, ну, какие-то пару слов, может быть, не поймешь. А так, наоборот, удивишься, насколько похожая речь. Или же, вот, болгары, македонцы, это тоже долгое время считались одним народом. Ну, а про сербов я уже говорил. Сербы, хорваты, черногорцы, боснийцы, это единый язык. Просто они сейчас, для того, чтобы поддержать свою какую-то идентичность, решили назвать это самостоятельным языком. Но в нем нет ничего с точки зрения лингвистики самостоятельного. Но иногда появляются и новые языки. Вот сейчас мы можем говорить о появлении четвертого восточнославянского народа. Это русины. Русины – это народ, который проживает на западе Украины, на востоке Словакии и Венгрии. Которые говорят на диалекте, похожем на украинский, но они себя считают отдельным народом. Причем даже подчеркиваю, что мы русины. То есть, как-то намекает на связь с Русью, с Россией. И создали учебники свои, создали свои словари. И теперь существует в этом своем русинском обществе. Но, правда, там на Украине не очень пока им покровительствуют. Особенно от корня рус. Да, поэтому не очень. Ну, вот смотрите, восточные славяне – это украинцы, белорусы, русские. И вот сейчас появляется новая общность русины. Западные славяне – это поляки, чехи, словаки. И лужичане – немножко осталось. А южные – это болгары, македонцы. Болгары, македонцы, сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, черногорцы. Отнесенность к территории восточной, западной, южной – чисто территориальная. Оно никак не связано с какими-то языковыми особенностями? Нет, конечно же, связано. Это вот когда произошло разделение в VI примерно веке, то, конечно же, уже эти диалекты, которые были, они изначально были отличные несколько друг другу. Ну, например, южные славяне, у них четкое «г», как и у нас, а у чехов и у словаков «г», они не говорят «нога», «гора». Вот это что-то произошло в языке, наверное, на том периоде, на периоде диалекта, что они отделились. Или, допустим, возьмем морфологию. У нас простое, очень глагольное, мы, когда изучаем иностранный язык, нам очень трудно изучить английский, потому что там очень много времен. У нас очень просто выражается. А у сербов, болгар, македонцев, хорватов, у них сложная система. Четыре прошедших времени они сохранились праславянского периода, донесли до сих пор. Так что каждый славянский народ что-то такое берет в себе, продолжает. Я вот в своем докладе как раз говорил о диалектах наших, наших донских, как они сохранили славянское единство. У них тоже мы находим многие слова, которые происходят к древнейшему славянскому пласту. Это еще к тому, вот, пятому, четвертому веку до сих пор в донских диалектах они хранятся. Так каждый из славянских языков, он обязательно что-то сохранил из прежнего, ну и что-то развил свое. Поговорили о том, что у нас язык один общий. Есть ли какие-то антропометрические данные, которые нас объединяют со славянами? Сейчас очень модно генетические исследования, они очень много в интернете размещены. И серьезные есть публикации о генетике. Ну, вот получается, что у нас самая такая типичная славянская кровь имеется у украинцев, русских, белорусов. Они сохранили тот славянский тип. Ну, так получилось, что вот именно на их территории сохранилось в наибольшей степени, меньше было вмешательства другого. Достаточно крепкая славянская тоже генетика поляков, чехов и словаков. А вот южные славяне наши, у них довольно сильно среднеземноморский тип. То есть они, сохраняя язык, сохранив язык, они выбрали в себя, видимо, народы предшествующие, которые несли другой генетический тип. Но при этом они остаются славянами. Все-таки генетика – это не главный фактор принадлежности к тому народу. Это идентичность. А что главное? Главное – это национальное самосознание. А в чем оно? Оно выражается через язык, принятие культуры, принятие своей принадлежности к нации. Вот это, если человек признает себя частью этой нации, он, значит, будет считаться, несмотря на генетику, даже если он будет, извините, темнокожий, он все равно будет славянином, если он будет считать себя частью этого единого славянского народа, русского, украинского, чешского или любого другого. Потрясающе. А вера? Вера какое место в этом контексте имеет? Ну, славяне в основном христиане двух направлений – католического и православного. К католикам относятся поляки, хорваты. Поляки, хорваты, чехи, словаки. Ну, чехи и словаки там относительно, потому что там есть еще и протестантское довольно мощное движение. Ну, и самое главное, чехи – самый атеистический народ, там 52% атеистов, оказывается, из всех славян. Так вот как-то сложилось неожиданно, да? Вот. И католикам еще хорваты и славянцы. А остальные – православные, русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары, македонцы. Вот это черногорцы. Поэтому черногорцы говорят, что нас с русскими 180 миллионов. Наверное, да. Ну, сейчас там в Черногории тоже правительство довольно сложное, поэтому не знаю, как. Но люди там наши хорошо себя чувствуют. Вот одна из моих учениц уехала в Черногорию, так получилось, и она там прекрасно себя чувствует. И черногорцы ее любят, обожают, просто считают своей родной. Вы со многими встречаетесь студентами, учеными славянского происхождения. Мы-то вот как бы спокойно относимся к тому, что мы славяне, а они как к этому относятся? Они нормальны? Вполне. Там даже иногда есть такие крайности. Есть, например, один известный чешский деятель, Войких Мерунька, который постоянно мне посылает свои книжки, он изобрел общеславянский язык, современный общеславянский язык, такое славянское асперанто. Он изо всех славянских языков набрал разные слова, соединил их, и вот пытается его пропагандировать. Но, конечно, любой искусственный язык никогда не найдет свое продолжение применения. Его должна вызвать жизнь. Ну да, но тем не менее интересно. Видите, все-таки идея панславизма, которая в 19 веке витала в Европе, то есть объединение всех славян, вот она жива до сих пор. Хотя, конечно же, 21 век серьезно изменил конструкцию этой идеи. Конечно, многое здесь у нас, и влияние других народов, и американское, конечно, влияние тоже ощущается. Всегда мощные государства, они пытаются немножко свое внести политическую какую-то лепту. А вот вне славянского мира как относятся? Вообще знают ли посторонние какие-то другие народы, ну не посторонние, а просто окружающие народы, что есть такой славянский мир или была такая общность? Ну вы удивитесь, но очень сильная словистика в Германии. Германия, пожалуй, даже в некоторых направлениях опережает, по крайней мере, по изданиям славянских памятников древних, по переизданию всех славянских стран, по переизданию классических трудов, по словистике. Очень мощные центры есть в Гейдельберге, в Кельне и в некоторых других городах Германии. Во Франции сейчас немножко затихло, в свое время были классические труды Мие, Мартине и других французских исследователей. Но тоже идея славянского мира там никогда не угасала в такой форме. Ну и, конечно, США, очень мощные центры есть, изучающие славянские языки. Вот я был давно когда-то в Вермонтском университете, простите, в Пенсильванском университете, и там знакомый профессор, который преподает тоже церковнославянский язык. Так вот, он преподает, ему платят государство деньги за то, что он обучает. Когда спросил у меня, сколько у тебя студентов? А тогда у нас еще были большие группы, говорят, у меня 125 человек изучают мой старославянский язык. Он говорит, а у меня один. Но, тем не менее, он написал учебник, он его опубликовал за счет государства. Словистика американская сильная, довольно. То есть, одно из доминирующих мест по населенности, по влиянию на мировую культуру и даже политику славяне имеют место так? Конечно, нет. Но все более или менее образованные люди, которые закончили университеты, они прекрасно представляют, кто такие славяне. Хотя, конечно, иногда эти представления туманны. Особенно у современного молодого поколения, которые в интернете все черпают знания. Но, с другой стороны, нажали кнопку и узнали. Скажите, Василий Иванович, дальше эта конференция, этот форум, который состоялся, вклад в славян в мировую цивилизацию, продолжит свою работу, будет он перспективен? Мы не ожидали даже, что почти все, кто приехал к нам, просили включить в резолюцию конференции обязательный пункт. Продолжить проведение таких конференций, поскольку на сегодняшнем нашем научном мире никто пока другой не берется за эту тему. А тема оказывается актуальной, нужной, и уже назрела она, и созрела наша наука для того, чтобы ее и заниматься. Поэтому будет второй форум, будет третий форум и так далее. Почему она назрела-то? Объединяться пора? Потому что, видимо, надо объединяться. А может быть, просто еще и в русском народе уже появилось такое чувство, что надо все-таки нам вспомнить о том, что мы русские, и что у нас есть какие-то свои корни, о том, что у нас есть достижения. У нас есть общность, очень мощная. И есть мощная общность, да. Нам бы это нужно сделать. Ну и завершая нашу программу, Василий Иванович, вот что бы вы такое выделили в славянской общности, чтобы нам это видеть в других людях, и что бы пожелать всем, чтобы они это культивировали, это видели, и это, может быть, пропагандировали? Ну, главное, мне кажется, что с чем славяне пришли, наверное, в мир и что в себе выработали, это доброта. Вот славяне изначально, в истории мы много видим фактов, когда это проявлялось. Конечно, это не мешало славянам и воевать, и отстаивать свои позиции. Но вот доброе отношение к другому человеку, стремление помочь ему, вот это знаменитое русское выражение «отдать рубашку другому», оно, кстати, есть почти у всех славянских народов подобного рода выражение. Это самая главная черта, и ее, наверное, нужно как раз культивировать наше немножко ожесточенное все-таки время. Время изменилось, уже те патриархальные отношения вряд ли можно восстановить, но вот понятие доброты, оно должно быть в центре всех наших отношений, и внутри народа, и по отношению к другим славянам, и по отношению к другим народам. Вот на такой доброй ноте мы сегодня закончим программу. Напомню, гостем программы был профессор, доктор наук Василий Иванович Супрун. Всего вам самого наилучшего. До свидания. До свидания.